В прошлом году, в этот день, проект госбюджета уже находился в Сейме и ожидал принятия во втором окончательном чтении. Утвержден он был уже 23 ноября. Проекта бюджета нет и принимать его некому. Сейм сформировали, но правительственную коалицию нет. По словам пока еще премьера Марисы Кучинскиса, кажется, в январе мы будем жить в режиме 1.12 бюджета прошлого года. Потому что в этом году бюджета не будет. Сейчас уже, наверное, видно, что будет 1.12 час. Но Министерство финансов должно, наверное, скоро уже подготавливать проект, который должна принять Сейм, чтобы не пострадали те отрасли. А мы сейчас знаем, что нужно дополнительное финансирование на МИНа, медиков, тех же. Что с ними будет? Если смотреть на все обещания, тогда я думаю, что никто не позволит себе сказать, что эта отрасль не приоритет. Но чтобы поднять заработную плату, это 100% нужен новый бюджет. Нет у нас таких полномочий. Однако обещание поднять зарплату медикам на 20% это еще не все. Во время предвыборной кампании новая консервативная партия не скупилась на обещания. И сегодня пять партий, формирующие коалицию, собрались, чтобы понять, во сколько эти обещания обойдутся бюджету. Прозвучавшие суммы повергли ряд партий в шок. И вот она, эта сумма. 1 миллиард 700 миллионов евро. Столько стоят предвыборные инициативы новой консервативной партии. Вот из чего эта сумма состоит. В течение двух лет консерваторы предлагают поднять необлагаемый минимум для зарплаты и для пенсий до 500 евро. По расчету Минфина это приведет к тому, что сборы подоходного налога с населения снизятся на 550 миллионов евро в год. В свою очередь Минблаг рассчитал, что повышение пенсии как минимум до 200 евро, как предлагает партия, потребует дополнительно еще порядка полумиллиарда евро. Помимо этого новые консерваторы говорят и о необходимости повышения семейных пособий. За первого ребенка 50 евро, за второго 100, а за третьего и каждого последующего 150 евро. На это потребуется еще 250 миллионов. И наконец, чтобы остановить отток из страны медиков, партия Борденса предлагает повысить зарплату врачей и медсестер. 1700 и 800 евро соответственно на руки. Бюджета это будет стоить 350 миллионов евро. Таковы прогнозы Министерства здравоохранения. Вот и набежало почти 2 миллиарда. Партнеры посчитали и если не прослезились, то удивились. Подробности в материале из Сергея Герасимова. С 12 до 4 обсуждать инициативы новой консервативной партии политики предполагали целых 4 часа. Для этого даже экспертов Министерства финансов позвали. С подробным докладом. 1 миллиард 700 миллионов евро. Такова цена обещаний новых консерваторов. Министерство финансов все время подчеркивало, если есть дополнительные расходы, должны быть и источники дохода. Абсолютно очевидно, что за один год внедрить все, что хотелось бы, невозможно. Нынешнее правительство обещало бизнесу и предприятиям, что налоговая стратегия в ближайшие годы не будет меняться. Эта сумма, кажется, стала сюрпризом для всех, кроме самой партии потенциального премьера. Взять паузу в переговорах попросило объединение развитию «За». Цифры, озвученные министерствами, политиков шокировали. При этом в объединении отмечают 1 миллиард 700 миллионов. Это предложение одной лишь консервативной партии. Но в потенциальной коалиции партий пять. Перед выборами обещали и они. Если добавить те инициативы, которые, скажем, от национального объединения, отрасль демографии, скажем, у нас есть определенные заявки по поводу здравоохранения, по поводу образования, которое в этот 1 КМА-7 даже не входит. Соответственно, тут идет речь о дополнительных затратах для бюджета где-то в рамках 2 миллиардов евро. Но это нереальные цифры, это невозможно сделать. Соответственно, фактически мы должны возвратиться к столу, скажем так, к станку и начинать фактически декларацию составлять заново. В ситуации, когда всего несколько предложений требует почти 2 миллиарда евро, дополнительно пропадает всякий смысл обсуждать другие отрасли. Региональную реформу, к примеру, говорят в объединении. Много острых моментов и хаоса. Так сегодняшние переговоры описали в национальном объединении. По сути, в декларации записаны очень дорогие обещания новой консервативной партии. И они невыполнимы. Где брать эти средства, ответов нет. Ни от одного из предложенных нами планов отказываться не придется. Во-первых, экономика растет. Каждый год прирост ВВП составляет 200-300 миллионов. И этого достаточно, чтобы финансировать наши мероприятия. Комментировать обещания своих партнеров по существу сегодня не стали даже члены КПВ ЛВ, обычно всегда встававшие на защиту консерваторов. Переговоры о декларации нового правительства продолжатся завтра утром. Как отмечают многие политики, говорить становится все тяжелее.